Здравствуйте! Меня зовут Денис Кизяр. Я из Соединенных Штатов. Я живу в Аризоне. Мою жену зовут Джоан. В браке мой 53 года. У нас двое детей. Нашего сына зовут Тимоти. Ему 48 лет. И он также пастор. Он служит Господу. Он несет пасторское служение. У него четверо детей. Две дочери и два сына. У нас еще есть дочь. Ее зовут Дженнифер. Она живет в Калифорнии. И у нее, в свою очередь, две дочери. У меня в общей сложности шестеро внуков. Все замечательные. Я занимался пасторством служением на протяжении 35 лет. Был пастором трех разных церквей. Это была Баптистская церковь, Евангельская церковь Завета и Евангельская поместная церковь. Я также нес миссионерское служение в Бразилии. Служил там на протяжении четырех лет. И недавно, ну, скажем так, в последние 10-12 лет, я путешествую по всему миру. По-моему, стран 50 уже проехал. Мое служение пасторам, миссионерам. Служу я по всему миру. И мне очень приятно иметь возможность их укрепить, их как-то ободрить в служении. Служение, которым я руковожу, называется World Leadership Ministries. Служение лидерства. Я написал несколько книг. Одна из них называется «Надежда для сокрушенного сердца» или «Путь к свободному сердцу». У нас, кстати говоря, есть отдельный семинар на эту тему. Но недавно я написал еще одну книгу. Она называется «Павший, сокрушенный, восстановленный». Эта книга родилась в результате весьма болезненных переживаний. Не только для меня лично, но и для других людей. Я ведь много путешествую. Я неоднократно видел христианских лидеров в самых разных обстоятельствах. Я видел, как падают христианские лидеры. Падают по-разному. В нравственном плане, в этическом плане. Как в жизни христианских лидеров начинаются серьезные проблемы. У меня и свои проблемы были. И вот, что я заметил. Христиане часто не умеют восстанавливать христианских лидеров. Зачастую они просто выбрасывают таких людей. Они игнорируют их. Вот в этом великая трагедия. В Соединенных Штатах немало действительно известных христианских лидеров, которые впали в грех. И об этом грехе пишут. И говорят. И в газетах. И по телевизору. И по радио. Но во многих случаях сами христиане от этих лидеров отвернулись. И очень редко эти лидеры возвращаются к активному служению, к общению с поместной церковью. Да, это одна из величайших трагедий христианского мира. Не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Я наблюдал это и за границей. Кстати, не только с лидерами, а и с простыми христианами, которые оступаются, которые падают. Что же происходит дальше? Дальше им так и не помогают встать. Им так и не помогают восстановиться для дальнейшей жизни и служения. Мне на сердце от всего этого тяжело, потому что это касается и меня лично, и других людей, которых я знаю. Наша Церковь пренебрегает служением восстановления. Кстати говоря, мы не знаем, также не понимаем, что такое христианская церковная дисциплина. Я видел, как церковные дисциплины злоупотребляют. И мне пришлось задуматься над этим вопросом. У меня выбора не было. Мне пришлось задуматься о том, что говорит Библия о церковной дисциплине и о восстановлении упавших. И вот появилось название книги «Упавший, сокрушенный, восстановленный». Я написал книгу об этом. У этой книги есть подзаголовок «Путешествие от разрушения к восстановлению». Это библейская дорожная карта. Как пройти? От разрушения к восстановлению. Но очень часто и этим пренебрегают. Мы совершаем одну из двух ошибок. Или мы ничего не делаем, или мы слишком активно реагируем и губим людей. Да, это вызов. Это непросто. Не случайно я написал эту книгу, и не случайно я подготовил цикл лекций. Задача заключается в том, чтобы найти баланс благодати и истины. У нас получается либо одна истина без благодати, просто вот побиваем людей истиной Божьего слова, и все. Или у нас одна благодать, а истину так и не сказали. А ведь оно должно сочетаться. Я говорил об этом, я описал об этом. Это нелегко. Сочетать вечные принципы Бога. Божью истину, бескомпромиссную, которую нельзя растворить, которую нельзя как-то разбавить. И с другой стороны, Божью благодать, доступную и святым, и грешникам, потому что Он Бог всех. Он Бог всякой благодати, но Он Бог всякой истины. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok